Самоизоляция, что ни говори, помогла многим развить свои таланты. Например, воспитатель Тюменского садика номер 133 Наталья Тарасенко мастерит сказочные светильники и готовит фотозоны для детей и родителей. Удивительное хобби не только скрасило досуг на самоизоляции, но и стало серьезным подспорьем в основной профессии. Как руки мастерицы превращают грубый строительный материал в нежные розы, увидела Юлия Сауляк. Вообще в нашей группе действует проект «День рождения». Получилось нечаянно, ситуативно. Для девочек у нас светильники розы, а для мальчиков мячики. Желание сделать сюрприз малышам переросло для воспитателя в интересное хобби. Теперь именинники с нетерпением ждут подарки, а Наталья такую же красоту презентует родным и знакомым. Светильники, бра, фотозоны, картины. В руках мастерицы материал, который используют для изоляции и утепления пола, превращается в нежные лепестки роз, хризантем, пионов и лилий. Вот мы его нагреваем. То есть вот он, можно сказать, прямой, да? Вот так. Научилась этому в интернете. Станок сделал муж. Он же выделил пару инструментов из своего арсенала и провел инструктаж по технике безопасности. Теперь понимаю, какие размеры патронов бывают. Е7 или Е14. Какие лампочки бывают. Вот, если честно, это подарок мужа на 8 марта для создания больших светильников для резки металлопластиковой трубы. А еще под рукой плоскогубцы, бокорезы, отвертки. В строительных магазинах Наталья теперь постоянный клиент. Платье через интернет, а в строительный магазин я уже чувствую себя ребенком в магазине игрушек. Изготовление цветов занятие трудоемкое. На один декорированный светильник может потребоваться до 300 лепестков. И каждому надо придать форму. Подобрать материал нужной плотности, толщины, цвета. Собрать конструкцию с проводами и лампочками. Зато светильники получаются сказочные. Были даже в виде принцессы. А вот такой светильник-совенок уехал в Германию. Если есть свободное время, мастерица творит и на заказ. Мы очень рады, что в нашем коллективе есть такой творческий, креативный педагог. Ведь работы Натальи Владимировны мы используем как для украшения зала на праздники, 8 марта, День матери, выпускные. Ее фотозоны пользуются огромной популярностью. И дети, и родители, они довольны, еще зная, что это делает педагог своими руками. Все восхищаются Натальей Владимировной. Когда садик заработает в полную силу, малыши и родители смогут сделать романтичные фото. А коллегам Наталья пообещала провести мастер-класс. Желающих уже немало.